Девочка-пай Первый вопрос. Опиши свою профессиональную деятельность, чем занимаешься, какая зона ответственности, собственно, какие качества помогают в текущей работе? Отличный вопрос. Я по призванию предприниматель. Сейчас мой бизнес – это продюсирование интересных интернет-проектов. Таковыми часто являются какие-то личности очень интересные. Например, мы продюсировали сейчас Виталия Сундакова. Это великий человек, путешественник, который жил в 20 племенах, два из которых он открыл. И нам была интересна тема раскрытия предназначений и реализации человека как такового, то есть его сущности, на что человек реально способен. Потому что люди такого масштаба, реально масштаба планеты, то есть человек, который может здороваться за руку с президентами стран, нечасто выходишь на таких людей. И хочется познакомить с их творчеством наибольшее количество людей. Естественно, мы берем за это деньги и зачастую достаточно дорого стоят наши курсы. Но получился очень интересный результат. Люди писали к его, например, видеоурокам километровые просто такие ответы, пересматривали его видео на несколько раз, каждый раз находя какие-то новые смыслы о себе. Поразительный просто такой эффект. В моей практике такого никогда не было. Вот. Или, например, мне нравится устраивать какие-то такие нестандартные вещи. Например, мы продюсировали недавно проект по развитию интуиции. То есть у меня так или иначе бизнес связан с развитием личности человека. Вот. И провели медитацию. То есть во время вебинара было 1200 человек. Вот. Очень интересный эксперимент, в результате которого мы увидели, как можно использовать групповую энергетику на решение проблем, например, каких-то отдельных, конкретных людей. Вот. Получился очень результат и интересный эксперимент. У нас люди после таких вот вещей начали лучше себя чувствовать, лучше себя, ну, лучше, скажем так, чувствовать вообще окружающий мир вокруг себя. И как следствие быстрее достигать своих целей. Ну, например, я обнаружил, что можно общаться с людьми совершенно на другой волне. Совершенно приходят другие люди, и ты как будто чувствуешь людей, которые к тебе притягиваются. То есть, когда я работал в чисто бизнес-схемах, например, когда, например, раньше занимался там торговлей с Китаем. Ну, ты помнишь, естественно, славные добрые времена, да, когда мы, собственно, с тобой так и познакомились. То есть, когда я возил грузы из Китая, и вообще, ну, то есть, вот такие темы, как предназначение, интуиция, медитация. Я настолько далек вообще от этого всего был. Вот. И люди, в общем-то, сейчас проснулись к таким темам. И никого уже не удивить, когда я вот знаю одного бизнес-консультанта, который... Для картура проекта начинаются от семизначных цифр в долларах, да? Он на 100, то есть, ты к нему попадаешь на консультацию, он тебя быстро сканирует, он знает все про тебя уже. Он с тобой первый раз видится. Он знает все про тебя, про твою семью, сколько ты денег примерно зарабатываешь, да? И даже не в том, как ты одет. Он с твоего поля все это считывает, да? Именно на уровне интуиции. Я был поражен. Но я не был удивлен. То есть, я увидел, что настолько люди могут быть точно прокачаны, и его успех в бизнесе тоже взаимосвязан с тем, как он четко работает с этой интуицией. То есть, я еще раз увидел подтверждение, как люди конкретно в бизнесе в очень жестких темах, таких как бизнес-консалтинг, где идет речь о построении серьезных систем управления предприятиями, используют вот такие вещи, как развитая интуиция. Это российские консультанты? Да, это российские консультанты. И его ник в интернете начинается на букву П? Нет, его ник в интернете называется Владимир Любаров. А, Любаров. Да, то есть, это уважаемый человек в своих кругах, и мне довелось попасть к нему на семинар, действительно произвел человек, который настолько сильно развил свою интуицию, что ты смотришь, думаешь, о, я хочу так же. Я хочу так же. То есть, каково это, например, чувствовать своих деловых партнеров, знать, например, кинуть, не кинуть, да? А, выбирать сотрудников себе, которых ты чувствуешь именно по энергетической структуре, что этот человек будет наибольшую пользу приносить твоему проекту, да? А вот этот с этим лучше, например, не работать. Или, например, чувствовать клиентов, да? То есть, чего они на самом деле хотят. Не то, что они говорят, а то, что они хотят на самом деле. Открывать поразительные способности, ну, это прежде всего работа над собой. То есть, вот это интересно. То есть, вот в данный момент, вот из всего, чем я занимаюсь, мне вот это на данный момент интереснее всего. То есть, вот развитие таких способностей, развиваюсь сам, развиваю людей вокруг себя, но я сейчас сам не провожу никаких семинаров, никаких тренингов. Я приглашаю мастеров с большой буквой М, да? То есть, которые уже десятилетиями посвятили свою жизнь развитию у себя таких способностей. Потому что это в бизнесе открывает ту самую миссию, то самое видение, за которым все так гоняются. То есть, можно быть классным управленцем, руководителем, но если ты не видишь цель, ты не понимаешь, куда идет корабль, ни один ветер не будет попутным. Все знают эту истину, но мне кажется, иногда такое ощущение, что общество движется куда-то в каком-то вслепую. Как-то вот пытаются методом тыка, чтобы все это найти. И даже очень большие компании, серьезные бренды. Такое ощущение, что вот страна слепых. Да, более того, я хотел сказать, 99%, несмотря на то, что основа этих методов, она относительно простая. Относительно потому, что это вера, то, что они, по крайней мере, заработают. И работают. Они в это не верят. Ну, если есть вера, это уже хорошо. Да, но вот даже вот этого фундамента его нету. Собственно, понятно, направление интересное, тем более, несмотря на то, что я вроде бы казалось бы в теме, но фамилия Любаров, я эту фамилию не слышал. Соответственно, в ближайшее время я посмотрю, что это за человек, как он работает. Но, собственно, какие качества помогают? Такие качества помогают. Это усидчивость или, наоборот, отпустить ситуацию, пойти вперед. Вот что именно? Вот сейчас, раньше я шел на пролом. То есть, раньше у меня была стратегия, я могу лбом стенку продолбить, если мне что-то надо. Вот, то есть, если я хочу, так оно и будет. И мне было абсолютно наплевать на какие средства, какими средствами это будет достигнуто. То есть, я хочу и точка. Да, то есть, это, в принципе, обычная позиция нормального предпринимателя, который хочет, чтобы реальность стала такой, как он ее видит. Вот, сейчас я уже начал потихоньку отпускать, что называется, вот такой жесткий гиперконтроль и смотреть, как ситуация, куда она развивается. То есть, можно выбирать направление, в каком оно движется, да? И, как ни странно, выбирать правильную инерцию. То есть, зачем следовать? Для меня это немножко было таким неожиданным выводом. То есть, вот вроде бы нужно же стремиться, достигать, там, бороться, побеждать и все такое, да? Сейчас это именно про, ну вот именно про почувствование. Вот, у меня, естественно, с этим, я не скажу, что я прям все супер чувствую, но интерес лежит именно в этой области. То есть, именно вот эти качества про прочувствование рынка, про чувствование клиентов, про чувствование себя, чего я на самом деле хочу. Говоря модным языком, ощущение некого потока. Да, ощущение некого потока, то есть, быть в потоке, чувствовать этот поток, слышать этот поток, знать, как чувствовать этот поток ежесекундно, быть в нем и, соответственно, выбирать этот поток. Потому что потоков есть очень много. И чем мне нравится, например, сейчас современный мир? Можешь выбрать любой поток. Можешь выбрать поток, в котором вращаются люди с очень большими деньгами. Раз переключился, в течение этого же дня ты можешь настроиться, например, на поток творческих людей, которые вообще далеки от денег, но у них такие потрясающие идеи. Можно нырнуть вот в этом потоке, побыть, посмотреть, какие идеи оттуда вытаскиваются. То есть, вот это интересно. Здорово. Вот, собственно, начали говорить про поток. Плавно переходим, собственно, к следующему вопросу. Рабочий день в виде тезисов, вот ты начал его описывать, потому что можно пообщаться с людьми, находящимися на очень высокой финансовой планке, можно пообщаться с творческими людьми, и у которых тоже можно найти, что заимствовать, то есть, как развивать себя. Соответственно, в виде тезисов твой рабочий день, в чем он заключается? Я проснулся рано утром. Я проснулся рано утром. Первое, что я делаю, это медитация, в посылании себе того, что я хочу. Ну, грубо говоря, подключиться. Это самое первое. Второе, это физическая нагрузка, потому что физика тела, это, ну, можно хоть обмедитироваться, да, но если ты эмоционально не разогнался, то мало чего успеешь сделать, что сегодня. Вот. А все остальное происходит по инерции, потому что самое некомфортное, да, я уже сделал. Я не очень люблю бегать, вот. Но, вот, например, сам факт, что утром, например, пробежка, вот, там, позанимался с утра, то уже остальное все по списку делается гораздо легче. Гораздо легче. То есть, например, я стараюсь так, чтобы у меня раз в неделю у меня совещание, двухчасовое, со всей команды по скайпу. У меня нет офиса до сих пор, но я планирую, что все-таки он однажды появится. У меня в команде сейчас 20 человек почти. И я вижу, что необходимость уже так назревает. Вот. Я работаю дома, то есть, я с утра стараюсь что-нибудь сделать, сотворить это, либо какая-то реклама для клиентов, что-то написали, то есть, что-то придумали. То есть, именно такая, что-то создать что-либо. Либо какой-нибудь там, по управлению командой, какой-нибудь закон, потому что я управляю, я управляю командой именно на уровне законов. А не на уровне, так, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда. То есть, если такое начинается, значит, что-то я делаю неправильно на уровне создания законов, по которым они двигаются. Вот. Потом смотрю, например, что у меня в мегаплане, потому что я использую удаленную систему управления сотрудниками, то есть что происходит в мегаплане, что требует моего внимания, например, могу включиться в какую-то задачу, могу просто людям действительно сделать какое-то дополнительное правило, то есть я сейчас увлекся написанием разного рода инструкций, и мне это облегчает жизнь. Вечером провожу, например, какие-нибудь интернет-семинары, вебинары, организовываем какие-нибудь мероприятия, типа тех же самых медитаций массовых, вечером что-нибудь еще почитать, посмотреть, ну и, собственно, отбой. Что гарантированно поднимает настроение в рамках вот этого всего драйва? Это что? Это какие-то там, может быть, проблемы, может быть, какие-то там фишки? Что гарантированно поднимает настроение? Знаешь, вот у меня сейчас в последнее время нет каких-то резких всплесков по поводу настроения. Вопрос хороший. Что мне помогает и поднимает настроение? Ну, прежде всего, я люблю смотреть, как мне поднимают в продаже. Да? То есть вот есть какая-то продажезависимость. То есть вот хорошие продажи, у меня прям хорошо повышается настроение. Вот. А если я вижу, что у нас как бы не очень идет, я иногда, конечно, расстраиваюсь, но тут же настроиться и понять, что мы можем еще сделать, чтобы продать еще больше. Работаешь дома, работаешь удаленно. Уникальность в рабочем месте есть какая-нибудь? Да, я часто работаю стоя. Особенно, когда провожу вебинары. Очень сильно повышает энергетику и продуктивность. То есть, если я, например, хочу ускориться, я работаю стоя. Продуктивность повышается в два раза примерно, по моим ощущениям. 45 минут работаю, потом 15 минут отдыхаю рядом диван. Вот. То есть, я сейчас особо не перенабрягаюсь, вот, как это было, например, на старте бизнеса. Вот. Тогда бывал и по 12 часов в сутки работал. Вот. Иногда люблю устраивать себе такие пожары, потому что я по психотипу такой вот поджигатель. Мне это иногда нравится. Вот. Атом в мирных целях. Вот. Соответственно, вот такие вот фишки. Понятно. Но работа в стоя это интересно, учитывая то, что у нас гимназисты при царе тоже стоя учились. Возможно, это будет новое введение в рамках образования заставить людей стоять. Да. То есть, первое, что бы я сделал, например, будущим министром образования, это как раз, ну, это одна из вещей, чтобы, например, учились стоя. Потому что, во-первых, отвлекаться меньше будет, и уже будет более-более сфокусированная энергия. Ну и, соответственно, человек, когда сидит на пятой точке, он чаще всего входит в такое состояние, куда-нибудь улетает, и половина не слышит даже то, что ему говорят. Да, в мыслях улетает и так далее. Китайцы массово учат стоя английский язык. Правильно делают. Да, но мы, конечно, не китайцы. Собственно, переходим к следующему вопросу. Драйв – повседневная рутина. Ну, уже из предыдущих ответов понятно, что у тебя больше в работе драйва, нежели какой-то рутины. Но что вдохновляет все-таки в работе преодолевать трудности, ну, кроме, собственно, социального значимости? Того, что делается, кроме денег, вот что вдохновляет? Сами по себе идеи проекта. То есть я берусь за идеи, которые мне самому интересны. То есть, например, есть у меня какая-то самая проблема. Ну, банально, да, там, мне интересно было раскрыть свое предназначение, так? Я перерыл все логические и нелогические способы, то есть, там, начиная от бизнес-литературы, заканчивая всякими шаманами в Перу, на Бали, там, то есть, вот я докопался, что называется, да, когда, там, тебе 105-летний дедушка говорит точно, вот, пока вот он мне внутреннее мое мнение, да, вот он внешним подтвердил, то есть я знаю, что может показаться странным, что тебе, чтобы кто-то со стороны что-то сказал, а ты потом в это поверил, да? Но вот мне, знаешь, вот нужно было, чтобы вот мне вот вселенная показала в виде какого-то персонажа, знаешь, такое вот внешнее подтверждение моих внутренних догадок, да, вот, естественно, ты встанешь и в 4 утра, чтобы поехать туда, не знаю, куда найти этих людей, то есть, если тебе это реально есть интерес, то есть, дисциплина, как таковая, это высшая точка интереса, дисциплина кнутом и пряникам, это временное решение, когда пряник и кнут пропадают, вот, или как только ты получаешь достаточное количество пряников от жизни, то мотивация тренингов резко падает, вот, от кнута, ну, это работает на определенную часть граждан, например, там, на стройке, да, вот, если, конечно, на них матом не орать, то они фиг что построят, ну, в России, по крайней мере. В России, в России, мы говорим про Россию, универсальный строительный язык, который можно использовать везде. Да, да. Собственно, с точки зрения трудностей понятно, с точки зрения планирования, насколько относишься вообще к планированию в целом, твое понимание планирования, вот, отношение к планированию и так далее, вот, план в твоей работе, это что? План в моей работе, это пока список. Я сильный в идеях, но я бы не сказал, что я силен в планировании, да, то есть, что я не тот человек, у которого там все по полочкам лежит, все, там, как бы, для меня как раз планировать, это может быть где-то слабое место, вот, я его компенсирую другими людьми, то есть, я в команду просто беру пленеров, которые вместо меня это все делают, потому что я в некотором смысле своим сотрудникам говорю так, вот, смотрите, то есть, вот, вот я могу вот это, вот это, вот это, да, планируете, потом вытаскиваете меня в какое-то время, да, то есть, о котором мы договорились, к примеру, и я вам там могу горы свернуть, да, вот, но, например, заниматься планированием мне неинтересно, то есть, я, как бы, я от этого делал очень сильно, мне скучно, то есть, вот, заниматься вот планированием, потому что я знаю, что в реальности оно потом пойдет либо по плану А, или по плану Б, то есть, я фанат вот такого планирования, когда ты имеешь, как минимум, три плана, хорошо, нормально, и вот все плохо, что мы делаем, да, то есть, вот, в плане планирования, если у меня есть какая-то цель, я понимаю, что надо к ней как-то дойти, я смотрю, какие у нас есть три варианта, вот, и как развиваться будут события, в зависимости от этого, у нас есть на каждый случай план действий. Понятно, то есть, можно сказать, отсутствие планирования, это тоже план, но по установленным шагам. У нас есть направление, то есть, вот, у нас нет детального плана, то есть, знаешь, как в путешествиях, да, то есть, есть люди разные, одни, прежде чем поехать в страну, они все про нее узнают, все детально, досконально узнают, где какие скидки, акции там, где что, как добраться, да, вот, постоянно сверяются с картой, то есть, ну, вот, то есть, идет такой вот контроль, вот. Есть люди, которые выбирают принципиальное направление, что вот мне туда, а там уже Вселенную под себя перестроим как-то, да, или найдем способ, где там как-то пролезть, что-то сделать, да. Жизнь подскажет. Жизнь подскажет, да, то есть, я выбираю направление, вот, поэтому меня этого, например, в путешествиях подвело только один раз, вот, но с другой стороны получилось даже еще интереснее, чем я мог предполагать, когда мы полетели в Майами, вот, и я себе представлял, что, да, классно, я сейчас приеду в Майами, возьму белый кабриолет Ford Mustang, вот, беру этот Mustang, приезжаю и смотрю, что дождь капает, думаю, ну, ладно, там, крышу закрыли, может быть, что-то я здесь что-то напутал с погодой, смотрю прогноз погоды, а на табло ураган Айзек направляется в сторону Майами. Весело. Весело, да, и мы тут же берем билеты на следующий же день, я себя с трудом оторвал от руля, мне хотелось прямо в Калифорнию поехать на этом же Mustang, благо жена меня отговорила все-таки. Мы улетели последним рейсом, потому что десятки самолетов были отменены, вот, мы улетали реально, то есть, а фактически ураган Айзек уже обрушился как раз на Флориду, и просто не посмотрели прогноз погоды, то есть, мы полетели, вот, что, о, мы хотим, то есть, вот есть какая-то картинка, вот, это вот, пожалуй, один раз такое было, вот, потому что, ну, вот, выбрали направление, ну, и то, как бы, ничего страшного, ну, потеряли, там, тысячу долларов, ну, другую, ну, как бы, ну, не страшно. Но драйк остался, и сама история, да, она такая уже сама по себе энергетическая, и я понимаю, что если ты ее рассказываешь каким-либо людям, вот, допустим, в том числе, допустим, читателям интервью, люди уже автоматически, они начинают думать, о, классно, здорово, или о, ненормально, или о, я обязательно посмотрю, там, прогноз погоды. Да, 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 да. Хотя, по факту, это не произойдет. По факту, да. Смотри, следующий вопрос, вот, собственно, какие предметы легко давались в институте, то есть, вообще-то, институт учился, не учился, закончил, не закончил, и, собственно, какие жизненные мудрости после вот этого, скажем так, формального образования ты в Миннице? Хороший вопрос. Значит, я шел, пробовал идти двумя путями, путем разума, что называется, да, как велит социум в лице родителей, когда поступил на физико-математический класс, а потом поступил на факультет автоматики и электромеханики, и всерьез подумал, что все, жизнь отвратительна, и я ни на что не способен, у меня ничего не получится, и уже нужно было чистить сапоги в армию, да, потому что я реально был готов к отчислению после первого же курса. Вот, то есть, у меня все технические науки мне с трудом давались, вот, просто с кровью, вот, другое дело, когда я просто понял, что, а что если пойти в другом направлении, и поступил на гуманитарный факультет, но уже за деньги, уже за деньги, специальный связь с общественностью, и тут мне вот прям как новый мир раскрылся. Во-первых, после физ-мата, где 200 парней и 10 девчонок, попадаешь совершенно вот в противоположную ситуацию, 200 девчонок и всего лишь 10 парней. Вот, это безумный кайф в плане внимания, в плане того, в плане выбора в том числе, вот, с кем общаться, и большой плюс в том, что я пришел уже, я знал, как высшую математику решать, хоть на тройку. Да, физмат сделал свое дело. Физмат мне прям, я ему был благодарен, вот, впервые в жизни, наверное, я был физматом благодарен, потому что это настолько упрощало общение с девушками, давай-ка я тебе помогу решить задачу, ой, ну, конечно же, конечно же. То есть, из двоечников физмате ты сделал себя суперчеловеком в гуманитарном вузе? Конечно, это как в книге «Голубой океан» и «Красный океан». Да, совершенно верно, стратегия «Голубого океана». Да, я вышел на новый рынок просто, я просто вышел на новый рынок и понял, что даже с тройками, вот, на старом рынке я был бы там, я был реально в конце списка, да? А здесь я раз и в начале. Я такой... На самом деле, простая истина, а многие люди не понимают этого, они бьются лупом об стену, обладая отличнейшими навыками, которые были бы еще более отличными в других сферах и не могут посмотреть налево-направо, так скажем. Да, да. Это к вопросу о своем же предназначении, знании себя. То есть, если ты не знаешь себя, ты можешь годы потратить на ненужную конкуренцию на не своем рынке. А твой рынок, он рядом, он тебя ждет. То есть, даже вот с тем, что у тебя есть сейчас, ты выходишь и там бац, а там никого. Там реально никого. И, значит, у меня масть поперла, что называется. Я начал участвовать во всяких студенческих конкурсах. Это было в городе Томске, достаточно далеко от Москвы. А Москва меня как-то вот манила с собой, городом больших возможностей. Я начал участвовать во всяких студенческих конкурсах. Первый раз по приколу просто отослал работу. Для одного заказчика делал проект по связям с общественностью и по рекламе. Реклама газировки. Ну, думаю, дай-ка на московский конкурс пошлю свою заявку. Послал и забыл. Отослал туда проект рекламной кампании. И, значит, через пару недель, может быть, чуть больше, звонок ночью, в три часа ночи. Слушай, ты, я тут в Москве, твоя работа, то есть, короче, вы тут победили, там, все здорово. Мне тут статуэтку дали, шампанского, то есть, такой, вот. Это знакомый знакомого, который там поехал как раз вот на эту церемонию. Я думаю, о, как интересно. Вот, то есть, я победил вместе с там, с одногруппником, мы как раз писали эту работу. Вот, отослал. Думаю, ну, как здорово, интересно. Мое, значит. Потом, на следующий год я уже открыл свой первый бизнес, пинтбольный клуб студенческий. И рекламную кампанию для собственного же пинтбольного клуба отослал в Москву. Вот, и уже в этот раз я уже поехал в Москву непосредственно на обучение, там мастер-класс от ведущих рекламных агентств, там BBDOшники были. Там, по-моему, были все. Там были все. Я надолго запомнил мастер-класс Игоря Луца, очень такой интересный товарищ, и контент очень сильно дал. Вот, и каково было удивление, что я снова победил. Снова победил. Первое место в разработке рекламной кампании. Думаю, о, как интересно. Вот. И я Москвой загорелся. То есть, как только я закончил вуз, я сразу переехал в Москву. То есть, я взял билет в один конец и поехал в Москву. То есть, я понимал, что меня там никто особо не ждет, но предкам я, естественно, показал, что у меня вот приглашение на собеседование. Ну, понятно, которое можно много найти, много напечатать и так далее. Да, и вот фишка как раз в том, что вот эти победы в конкурсе, они мне... Не, я, конечно, много делал для этого, да? Но это не было каким-то прям, знаешь, вот таким кровопотливым трудом, да? То есть, это не давалось тяжело. То есть, если это твое, оно дается тебе легко. Вот я что понял. Возвращаясь к вопросу жизненной мудрости от образования, что-нибудь можешь сформулировать с точки зрения тезисов или каких-то? Только у практиков учиться. Вот реально. Я не хочу хаять родной вуз, да? Вот, они мне дали возможность участия вот в этих вот конкурсах, да? Там разных практиках производственных, да? Ну, реально, единственное, что можно, это обучение на мастер-классах у тех, кто уже, например, зарабатывает деньги. Даже если это экономисты, которые все знают о экономике, но если у него самого, там, зарплата, там, в 30-50, да даже если 150 тысяч рублей, это человек, который ничего не понимает об экономике реальной. Он может делать какой-то расклад, да, но о том, как... Он может делать какой-то анализ, да, но глобально он делать ничего не может. Да, то есть он может работать внутри какой-то, там, компании, корпорации, но прежде всего учиться именно у практиков. И только у практиков, потому что российская система образования, она построена на обслуживании интересов науки, которая уже не развивается, да? Ну, можно сказать, ее нет. Ну, по факту, да, то есть все научные, после того, как Россия проиграла в войне Америки, после того, как нашу страну, в общем-то, американцы захватили, ну, по факту, да, таким мирным поглощением корпораций-корпораций, вот, весь неук уже весь там, в Америке. Вот, остались те, кто либо выехать не может, либо принципиальные патриоты. Вот, я ничего не хочу сказать плохого, но наука в России мертва, как таковая. Это текущее восприятие, и многие с этим восприятием согласны. Опять же, вот, недавно общался, был вопрос самообразования или аспирантура, просто так, эмоционально, я сказал, ну, вы задайте вопрос правильно, аспирантура для чего и самообразование для чего? Потому что ответы на эти вопросы дадут вам ответ, что вам, самообразование или аспирантура, вам, ну, как говорится, вам ехать или шашечки нужны? Ну, и поэтому я не пошел в аспирантуру. Хотя была такая возможность. Собственно, двигаемся к следующему вопросу. Что думаешь вообще о своей работе, о тенденциях, которые с этим связаны? Вот, в принципе, можешь кратко охарактеризовать свои достижения за год, то есть, вот, куда идешь, вот, направление? Ну, самые большие достижения сейчас, то, что мы провели, ну, у меня в двух бизнесах было два очень сильных взлета, два очень сильных падения. Ну, во-первых, мы в компании Expert System, в которой я являлся сооснователем, со владельцем, поставили мировой рекорд Гиннеса. 12 тысяч 012 человек на нашей площадке провело вебинар, зафиксировали его там всевозможными с представителями Гиннеса, вот. А потом к нам начал приходить, вот, как в фильмах про американские стартапы, огромное количество, ну, как бы, таких вот интересующихся. Плюс приходить стали инвесторы, там, люди из Кремля, то есть, начали нами интересоваться. То есть, такое почувствовали. Мы подумали, что ухватили бога за бороду, как бы не так, то есть, нас постигла участь, как у многих стартапов, когда операционные расходы гораздо выше, чем прибыль, и большой кассовый разрыв, и мы поняли, что, ну, надо просто, по сути, уфиксировать убытки и расходиться с партнером. Да, вот, это раз. То есть, как бы, с одной стороны, яркая, интересная история, вот есть, что рассказать, да, но по факту гордиться нечем, да, то есть, но, как говорил Киосаки, нужно до 30 лет обязательно обанкротиться, потому что потом тебе будет крайне сложно вставать на ноги. То есть, как бы, никто не говорит, что невозможно, просто сложно. Вот, и второй, мы провели очень интересный проект, реалити-шоу в Таиланде. Вывезли 42 участника, сняли под них отель, привезли видеокамеры, звук, свет, всю вот эту вот красоту, подняли серьезные деньги, причем мы не привлекали никакой телеканал, никаких инвесторов, подняли порядка 8 миллионов рублей на этом проекте, вот, и умудрились потратить 9 с половиной. Проект тоже благополучно, то есть, люди в этом проекте заработали, то есть, основная цель шоу была показать, что люди в интернете могут, ну, как бы, зарабатывать. Победили ребята, которые за месяц сделали миллион сто под нашим руководством, вот, в принципе, ну, достаточно хороший результат, прям очень хороший результат, вот. Вот, но мы поняли, то есть, я понял, что я не хочу учить людей зарабатывать в интернете, я про это сам все понял, сейчас, ну, как бы, мне это не очень интересно. Ну, потому что, скорее всего, это типовые какие-то шаги, которые повторяешь из одного, второе, третье, четвертое, и, скорее всего, это надоедает с точки зрения тебя как личности. Это надоедает, причем, вот, такая, знаешь, погоня за баблом, честно скажу, то есть, я из числа тех людей, которые, вот, учили в интернете, как зарабатывать в интернете, да, но когда ты понимаешь, как на самом деле это делать, тебе, ну, как бы, неинтересно об этом рассказывать, вот, а есть сейчас ограниченное количество клиентов, которым я даю эти схемы, вот, которые обращаются и в том числе из бизнеса, да, потому что интернет-маркетинг сейчас проявляет интерес, да, вот к этим быстрым способам поднятия количества клиентов, но мне сейчас интересны еще и долгосрочные способы, как из этого делать такой мощный фундамент, вот, и уже для собственной компании продюсерской, для запуска всех проектов, которые лично мне интересны, вот, если проект мне не интересен, меня это не зажигает, и, соответственно, я за него не берусь, то есть, вот, как бы, формула мотивации очень проста. Да, мне это неинтересно, точно так же, как говорят маленькие детишки, мне это неинтересно, и все. Да, у меня абсолютно детский подход к бизнесу, вот, сто процентов, то есть, вот, как бы, интересно, меня это зажигает или не зажигает, у меня клиент есть очень интересный, у него, говорит, в этом есть секс или нет в этом секс, вот, Если в проекте есть секс, и после обсуждения проекта реально рождается что-то, какая-то интересная идея, мы понимаем, что мы можем там не просто денег заработать, это разумеется, но еще и двинуть такую массовую точку сборки людей в том направлении, которое нам интересно. Понятно. Собственно осталось три вопроса простых. Они все простые, но все с изюминкой. Смартфон, планшет, современные гаджеты, что такое в твоей работе? Может быть есть какое-нибудь классное приложение, которое ты используешь на смартфоне, на планшете и так далее? Планшетами я не пользуюсь, не прижилось. Жене приобрел, мы его используем как в самолете посмотреть фильм какой-нибудь, книжку почитать. Я использую старый, допотопный четвертый айфон в основном в своей работе. И то там отправить почту, быстрый какой-то ответ в мегаплане. Именно из приложения по работе мегаплан. Приложение у них далеко от идеала еще. Но в принципе оно позволяет решать какие-то оперативные вопросы. Из того, что я еще использую, я работаю на Маке. И всем рекомендую для экономии себе нервов, прежде всего нервов, использовать продукцию по Макинтоши. Рекламная пауза. Комиссия Эпплу, да, обязательно. Я вот яблочник пока. А социальные сети, что в твоей работе? Вконтакте, Фейсбук, может быть Твиттер? Инструмент работы с клиентами, прежде всего. Я редко смотрю ленту. Я понимаю, что там, если зашел, то все. Ты на полтора часа можешь там просто зависнуть. Как минимум. У меня этим занимается отдельный человек. То есть, вот у меня социальными сетями отдельный человек в команде занимается, который там где-то даже за меня может отвечать. Вот. В группах, в лентах. Вот. Я использую Фейсбук, например, ну для контакта с какими-то людьми, которые вот могут достучаться. То есть, я личные сообщения читаю, ленту стараюсь как бы по минимуму читать. Понятно. Собственно, предпоследний вопрос, точнее, предпред. Что посоветуешь посмотреть, почитать, собственно, людям, которые будут читать данное интервью? Может быть, какие-то книги, фильмы произвели на тебя впечатление? Может быть, за год? Может быть, вообще-то фундаментально? Фундаментально советую, что посмотреть, почитать. Я сейчас в основном читаю такую полушезотерическую литературу. Потому что книжки по бизнесу, ну, это правило запас. Ну, там же «Доставляя счастье», «Корпоративная религия», «Очень хорошая книга». Классика Томаса Гэда, 4D-брендинг для развития вообще понимания, как может развиваться бренд на основной надценности. Ну, это в основном стандартная школа экономики издания. Ну, классика «Голубой океан», «Стратегия Голубого океана». Очень интересная, недооцененная книжка «Съесть большую рыбу», «Eating big fish». Очень классная книжка, как конкурирует с большими корпорациями. То есть, это по бизнесу. То есть, по бизнесу я рекомендую вот это. Для развития интуиции посмотрите любые книги по тета-хиллингу, автор Виана Стайбл. Может показаться такой, может быть, попсой, но, тем не менее, достаточно интересно. Из художественной литературы «Две жизни» Конкорде и Антарова. Недооцененное произведение в широких массах, но любители найдут там просветление практически через каждые 10 страниц. То есть, там потоки такого очень интересного, высокого уровня материала для осознания. Понятно. Фильмы. Смотришь, не смотришь? Телевидение. Телевидение. С телевизора не смотрю с 19 лет, чего и вам желаю. Значит, телевидение, что советую посмотреть? То есть, ну, я, например, профессионально смотрю всякие реалити-шоу, типа, там, той же самой «Адской кухни». Но я смотрю с точки зрения, как они это делают, потому что это интересно. С точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса, работы, как команда работает, то есть, как микроконтроль, микроменеджмент, да, например. Вот, мне очень понравился именно вот это вот реалити-шоу «Адская кухня». То есть, если вот убрать оттуда, как он там людей унижает, да, вот, то там становится видно вообще становление некоторых характеров. Кто ломается, например, да, под этим эмоциональным натиском. Это вот из последнего, то, что произвело впечатление. Вот, из «Просто посмеяться», «Теория большого взрыва» весь сериал пересмотрел. Мне очень понравился, вот, «Синдром Шелдона Купера», прям, бриллиант, бриллиант, находка. Ну, то есть, вот как-то так. Так, предпоследний вопрос. Что ты хотел бы рассказать, собственно, читателям, о чем я тебе забыл спросить? В рамках именно, скажем так, практического образования. В рамках практического образования. Хочу сказать, что нам пришло время перейти от дипломов к сертификатам. То есть, постоянному повышению от долгосрочных курсов, когда по пять лет нам муружили голову вещами, которые через полгода уже перестают иметь какую-то практическую ценность, я заметил, что практически многие технологии в бизнесе устаревают уже через полгода-год. Нет смысла обучаться в вузах, вообще никакого уже. То есть, вот, имеет смысл подбирать такое гибкое образование. В идеале, я слышал, что в Нью-Йорке есть несколько экспериментальных университетов, где по предназначению человека, то есть, по его индивидуальному портрету, подбирается индивидуальный набор предметов и краткосрочных курсов, в результате которых он получает, например, не один диплом, а большую стопку сертификатов, которые профессионально котируются. Потому что у нас рынок сейчас достаточно дикий. Я могу сам напечатать какой-нибудь сертификат и начать его издавать. Будет ли он иметь какую-то силу на рынке, непонятно. Но чтобы у каждого этого сертификата была еще какая-то реальная практическая составляющая, что человек в результате этого что-то не просто получил, прошел образование, а прослушал академические курсы, а реально сделал какой-то проект, защитил его и получил результат в конце. Меня очень порадовало, у моего партнера в Питере есть ребенок, она пошла, по-моему, в седьмой класс сейчас. А, нет, у них до седьмого, вспомнил, у них до седьмого класса нет оценок в школе. У них вообще нет оценок. Это российская школа? Российская частная школа, у них нет оценок. То есть, потом, когда им начинают промывать мозги ЕГЭ, да, и встраивать их в матрицу работорговли такой, да, то нам начинают уже оценки прививать. Но дети работают на результат с детства. Если бы меня с детства научили работать попроектно, я бы, не знаю, я бы уже в сто тысяч миллионов раз бы сильнее бы сейчас развился, потому что тип мышления определяет то, что ты делаешь уже в конце своими руками. Вот, и ты уже не ждешь оценки окружающих. Ты просто делаешь, потому что тебе это реально интересно. И делаешь это до результата. А дальше люди приходят. Конечно. И результаты. Я хочу пожелать вообще читателям твоего блога поменьше впадать вот в это оценочное состояние сознания, да, вот, и заниматься тем, что от чего реально прет, от чего реально зажигает. Тогда и людей будет больше интересных, зажигательных, и более интересных много проектов будет, которые приносят пользу людям. Работать со своей системой ценностей. По сути, да, опираясь на нее. Легче принимать решения. Собственно, последний вопрос, он очень короткий. Ответ на какой вопрос ты бы хотел бы получить от следующих участников интервью? Может быть, от читателей? То есть, вот тот вопрос, который тебя, ну вот, скажем так, интересует. Я понимаю то, что ты ответы находишь самостоятельно, потому что в возможности, как бы, море, ну, скажем так. Какая черта ваша, ну, то есть, вот кто является, возможно, вашим кумиром детства, да, и какую черту вы хотели у него перенять, да, то есть, какая черта его характера вам наиболее интересна и почему? Отличный вопрос. Какая черта интересна и почему, и при этом с акцентом именно из детства? Из героя, да, то есть, вот, вы прочитали, то есть, у вас был в детстве какой-то герой, да, на которого вы хотели бы очень сильно быть похожим. В нем была какая-то черта, которую вам, вот, возможно, хотелось бы всегда всю жизнь иметь, вот быть, чтобы вот быть таким. Кто это был, какая черта и почему? Почему? Отличный вопрос, очень, скажем так, неординарный, учитывая, что и детство, и герои, и так далее. Вот. В принципе, по вопросам интервью все. Большое спасибо. Очень классно, очень здорово. Вот. Так что, очень тебя благодарен за это. Наверное, все? Добро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok